День физической культуры и спорта Украины отмечается в стране ежегодно во вторую субботу сентября на основании указа президента 29 июня 1994 года. Его цель – приобщение населения Украины к занятию спортом и физкультурой, а также пропаганда активного здорового образа жизни. Европейские виды спорта, такие как футбол и борьба, начали распространяться здесь с конца 19 века. В всей Европе было известно имя украинского борца греко-рибского стиля Ивана Поддубного. Много побед одержали украинские спортсмены, выступавшие в различных видах спорта в составе сборной команд СССР. Легендами украинского спорта являются прыгун Сергей Бубка, футболисты Олег Блохин и Игорь Биланов, отмеченные золотым мячом как лучшие футболисты Европы. Призвана в мире и украинская школа художественной гимнастики. Звездами этого вида спорта в свое время были Ирина Дерюгина и Лариса Латынина, которые завоевали 18 олимпийских медалей. 9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые. Это наибольшее достижение в истории Олимпиад. Всего украинскими спортсменами было завоевано больше 400 олимпийских медалей. И сегодня новое поколение продолжает успешно выступать на мировых спортивных аренах. В сам же праздник традиционно во многих населенных пунктах Украины проходят спартакиады, состязания, марафоны и другие массовые спортивные мероприятия, победителям которых вручаются грамоты и ценные подарки. В украинских учебных заведениях также в этот день или в преддверии организовываются всевозможные конкурсы и соревнования по физкультуре и спорту. Еще одна из традиций данного праздника – чествование ветеранов украинского спорта. В нашем городе Теплодар также праздновали День физической культуры и спорта. Дети школы вышли в городской парк и показали свои умения и мастерство. С помощью грамотных наставников нашей школы, учителей физкультуры, дети хорошо и главное с пользой для здоровья провели около одного часа в городском парке, соревнуясь между собой. Ведение мяча какое бывает? Ведение мяча 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Во всех классах учителя физкультуры проводили олимпийские уроки. Они приучают наших детей быть похожими, как наши олимпийцы, стремиться к спорту, заниматься спортом, быть здоровыми, сильными, крепкими людьми. Я сама в детстве, в институтские годы занималась спортом. Была чемпионкой Института по легкой атлетике. Поэтому спорт для меня близок. На этом празднование Дня физической культуры и спорта не ограничилось. В спортзале Теплодарской школы также среди школьников было устроено спортивное соревнование, в которых не было победивших или проигравших, а все участвовавшие и зрители получили массу эмоций и удовольствия. Дня физической культуры и спорта не ограничилось. 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 Дорогие ребята, разрешите поздравить вас с спортивным праздником. Хочу отметить, что сегодня вы появились для самой лучшей страны. Ну и хотелось бы, чтобы спорта, физкультурой вы дружили всю жизнь, потому что это красота, это сила и самое главное это здоровье. Ну и желаю вам также, кроме достижения в спорте, хорошей учёбы. Всего вам наилучшего. Спасибо.